Мы переходим к следующему разделу нашей повестки дня. Это касается, если на первой части мы рассматриваем вопросы хирургического лечения, стандарты и так далее, но мы еще об этом вернемся, еще обсудим процессы дискуссии. Сейчас не менее важный раздел – это возможности участия радиологов в лечении и высокодифференцированного, и медулярного рака щитовидной железы. Первый доклад – диагностика и лечение радиоактивным йодом больных высокодифференцированным раком щитовидной железы Андрей Алексеевич Рудичев. Пожалуйста, Андрей Алексеевич. Город Обнинск. Город Обнинск – это все мы знаем. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, во-первых, позвольте поблагодарить комитет за приглашение и возможность выступить в такой прекрасной аудитории, и во-вторых, поблагодарить за прекрасную организацию мероприятия. Касаясь истории применения радиоактивных нуклидов с терапевтической целью, можно говорить о том, что недалек тот день, когда мы будем отмечать уже почти вековой юбилей. Касательно применения радиоактивного йода для заболеваний щитовидной железы, история начинается в 40-х годах. Пионерами в этом плане были наши коллеги из Соединенных Штатов Америки. В 1942-1943-1944 годах в центре Беркли радиоактивный йод был последовательно применен для лечения теретоксикоза и рака щитовидной железы. Напомню о преимуществах радионуклидной терапии перед другими видами внешнего лучевого воздействия. При радионуклидной терапии, во-первых, самое большое преимущество возможности формирования высоких поглощенных доз в очагах до сотен, а порой до тысяч грей. При значительной толерантности нормальных тканей и небольших побочных эффектов. Напомню физические характеристики 131-го йода, основного терапевтического радионуклида, не только в нашей стране, но и во всем мире. Период полураспада 8 суток. Радионуклид имеет сложный спектр излучения. Терапевтическая составляющая реализуется за счет бета-излучения, то есть это электроны. И гамма-излучение, с одной стороны, нам несколько мешает, поскольку создает фоновое излучение и, соответственно, дает определенную лучевую нагрузку на все тело пациента. Но, с другой стороны, именно гамма-излучение позволяет нам визуализировать распределение изотопа ин вива. Вот, не знаю, сработает. Может быть, технический персонал поможет мне эту мультипликацию запустить? Это у нас предварительно она работала. Нет. Возвращаясь к основам радиобиологии... Ну, нет, ладно, к сожалению. Значит, представлена фолликулярная клетка, натрий-йодный симпотор, вот в виде такой мельницы, который против градиента концентрации позволяет атомам йода как стабильного изотопа, так и радиоактивного попадать внутрь клетки, концентрироваться там, в значительное время удерживаться, ну, тем самым обеспечивая терапевтический эффект. Два слова о терминологии. Радиотаблация. Это использование радиоактивного йода с целью разрушения нормальной тироидной ткани. Радиотерапия – это более широкообъемлющий термин, который включает как аблацию остаточной ткани железы, так и адъювантную терапию неустановленных микроочагов и лечение известных метастатических или рецидивных опухолей. Задачами радиотаблации является возможность определения уровня тиреоглобулина в последующем наблюдении в качестве маркера, о чем говорили уже предыдущие докладчики, возможность идентифицирования скрытых очагов опухоли, соответственно, повышение чувствительности синтеграфии всего тела при последующем лечении. Задачи цели радиотерапии несколько шире. Ну, самая генеральная задача – это повышение эффективности лечения в плане канцерсвязанной смертности, это терапевтическое воздействие на местные рецидивные опухоли и в большей степени, чаще всего, конечно, это отдаленные метастазы при мультицентричности их расположения и невозможности хирургического лечения. Ну и, как следствие, конечно, это увеличение продолжительности и качества жизни больных. Поскольку доклад начинается со слова «диагностика», я позволил себе не распыляться о диагностике применительно к установлению диагноза рака щитомидной железы, а о диагностике при раке щитовидной железы с использованием радионуклидных препаратов. Диагностическая синтеграфия всего тела. Когда она используется и какие цели при этом ставятся? Ну, конечно, это послеоперационный период при планировании показаний для радио-йод-аблации, после радио-йод-терапии. Второй наиболее частый случай использования радиоактивного йода с диагностической целью – это контроль завершенности аблации через 6-12 месяцев после проведения терапевтического курса. Ну и, наконец, один из самых перспективных моментов – это повременная оценка количества и локализации изотопа в организме с попыткой математического моделирования лучевой нагрузки как формирования и поглощенной дозы, как в непосредственных очагах поражения, так и в прилежащих органах и тканях. Вот примеры послеоперационной диагностической картинок. Значит, слева от вас это... Пардон, пардон. Это картинка... Что-то... Ага. Вот это вот, это остаток щитовидной железы. Значит, на этой картинке мы видим как остаток щитовидной железы, так и включение изотопа вне проекции ложа щитовидной железы. Вот в этом плане очень большую роль играет уровень тереоглобулина. Попозже я более подробно остановлюсь на роли тереоглобулина. Значит, вот нами было замечено в наших исследованиях, что если тереоглобулин послеоперационный находится на уровне менее 5 нанограммов, это достаточно благоприятный признак. А вот если он выше 50 нанограммов, то вполне возможно обнаружение скрытых очагов опухоли. И вот в плане оценки группы риска, ну, может быть, не в полной мере воспринимать послеоперационный уровень тереоглобулина как однозначный прогностический фактор. Здесь слишком много нюансов включается. Но так или иначе иметь это в виду все-таки было бы целесообразно. Как любая медаль имеет две стороны, так и диагностическая синтезинография после тереодектомии имеет свои плюсы и свои ограничения. Ну, во-первых, чувствительность по сравнению с посттерапевтическим сканом все-таки ниже. И есть так называемый эффект блокирования. Чтобы увеличить информативность исследования, нам приходится повышать количество введенной радиоактивности. И чем больше радиоактивности мы вводим для диагностики, тем больше мы вызываем так называемый эффект блокирования. То есть диагностическая доза снижает эффективность последующего лечения однозначно. И здесь обратно пропорциональная связь. В этом плане, конечно, для диагностики предпочтителен 123-й изотоп йода. Но, с одной стороны, поскольку он короткоживущий и является чистым бета-излучателем и не вызывает эффект блокирования. Но, соответственно, имеются ограничения. Он короткоживущий, он дорогостоящий и не позволяет повременные исследования проводить больше, чем через сутки. Методика радиоиода подразумевает достижение эндогенной стимуляции телеотропного гормона. Адекватным считается уровень более 30 единиц. Вводятся для лечения обычно стандартные активности, которые могут варьироваться в широких пределах в различных центрах от 1-2 до 7,4 ГБК, или переводя в другую систему единиц от 30 до 200 миликюри. Соответственно, пациент переводится на закрытый, так называемый, режим специальной палаты, где он находится до падения экспозиционной мощности гамма-излучения до установленного уровня. И дальше производится синтеграфическое исследование. Вот картинки, как это происходит в Обнинске, фасовка радиоактивного йода. У нас применяется водный раствор. Мы имели опыт работы с капсульным йодом. Ну, в общем-то, по ряду причин отказались от этого. О преимуществах и недостатках того и другого можно дискутировать. Ну, если хотите, это оставим на колуары. Значит, синтеграфическое исследование приводится в обычном статическом режиме, в положении постериор-антериор. Если нужно, проводится более углубленное исследование, совмещенное аффект КТ. При подозрении на скрытые очаги выделяются некие зоны интереса. Ну, чаще всего это легкие, особенно у лиц молодого возраста. Как оценивается объем операции и объем остаточной тироидной ткани? Ну, не секрет, что тироидоктомия очень часто остается только на бумаге. На самом деле приходят пациенты, у которых чуть ли не половина щитовидной железы бывает на месте после так называемых тироидоктомий. Ну, опять же, щитовидная железа достаточно уникальный орган, и качественно прооперировать имеют возможность хирурги, имеющие соответствующий опыт. Поэтому практически в 99% случаях мы всегда видим некие, пусть микроскопические фрагменты остаточной тироидной ткани в ложе щитовидной железы. Различие в лизуализации остаточной тироидной ткани при использовании изотопов технеция, слева картиночка с изотопом технеция, это один и тот же человек. А вот эта картиночка сделана после введения радиоактивного йода. Соответственно, механизмы захвата изотопа тереоцитами разные, и, соответственно, картинки достаточно выразительны. Пример нерадикальной операции имеет место остаток щитовидной железы, имеет место паровазальный метастаз достаточно большой, и вот еще один притрахиальный метастаз притаился. Нами проведен анализ эффективности различных доз радиоактивного йода при аблации. Значит, что мы установили? Что при благоприятном прогнозе, в группах с благоприятным прогнозом, при нераспространенных раках щитовидной железы вполне можно обойтись невысокими активностями, что, в общем-то, согласуется полностью с мировым опытом. И что самое примечательное, успех радиоатаблации в большей степени связан с качеством проведенной операции. Вот приведен объем, средний объем, значит, остаточной тироидной ткани, которую мы могли видеть. То есть 6,2 мл, но это практически половина доли, если так брать. Картинка, ставшая исторической, которая была сделана почти 20 лет назад. Это вот пример визуализации динамики отдаленных метастазов, остаток щитовидной железы, светящиеся легкие. Это молодой человек, к слову сказать, это ребенок, который начал лечиться в 10-летнем возрасте, сейчас взрослый человек, и он стал нашим коллегой, он стал доктором. Вот то, как за 20 лет продвинулось развитие техники и возможности визуализации в радионуклидной терапии. Значит, аффект КТ, совмещение исследования гамма-камеры с компьютерным томографом, когда мы можем топически четко видеть, где расположены очаги, причем с возможностью 3D-моделирования. Пример эффективности радиоактивного йода для лечения отдаленных метастазов. Рентгенологическая картинка одной и той же самой пациентки, диссиминированные метастазы в средних и нижних отделах легких, и она же после завершения лечения. Еще один пример, более выраженный, так скажем, вот это вот до начала лечения, это по завершению лечения. Полная рентгенологическая ремиссия очагов. В нашем центре мы старались проводить анализ эффективности нашей работы, и вот одно из заключений, которые мы могли сделать, некоторые достаточно значимые различия по возрастным группам. Что касается детского контингента, то в детском возрасте мы гораздо чаще видели так называемые рентгенонегативные метастазы. Это англоязычный термин, потому что сказать, что это чисто рентгенонегативные метастазы, то есть неопределяемые никакими рентгенологическими способами, наверное, было бы неправильно. Это те метастазы, которые не определяются при обзорной рентгенографии, но становятся в подавляющем большинстве выявляемой при прицельном МСКТ. У взрослых такая картина наблюдается гораздо реже. Пример пациентки с множественными костными очагами дифференцированного рака щитовидной железы. Вот это пример уникальный, больная. Это пациентка, у которой рак щитовидной железы имел место быть из струма аварии. То есть, собственно, щитовидная железа была интактна, а опухоль разбилась из герминогенной опухоли женской половой системы. Вот это вот в случае тоже был доложен. Эту пациентку я вел в качестве лечащего врача и даже написал статью про нее. Нами проводилась научно-исследовательская работа в плане попытки оценки поглощенной дозы в очагах поражения. При единичных костных очагах, когда мы можем рентгенологически точно верифицировать размеры, а также прицельно определять счет над очагом поражения в динамике, позволяет нам при помощи математического моделирования оценивать поглощенную дозу в очаге. Ну вот в отдельных случаях, как я уже говорил, до нескольких сотен грей мы доходили. Примеры визуализации при различных клинических случаях. Вот это вот ложе щитовидной железы, вот легкие сочетания метастатического поражения лимфоузлов средостений и легких, соответственно, сочетание костные метастазы множественные, легочные и костные метастазы, наиболее прогностически неблагоприятная ситуация, ну и крайне редко вот метастазы печени. Справа, правая картинка. Вернусь к исследовательской теме. Динамическая синтеграфия по временном режиме с определенными интервалами времени позволяет нам получить информацию о накоплении и удержании радиоактивного йода в определенных локализациях, что при помощи определенного математического моделирования, а также позволяет нам оценивать поглощенную дозу в очагах поражения и, соответственно, оценивать лучевую нагрузку на рядом лежащие органы. В первую очередь, опять же, это касается ситуации при множественных миллиардных метастазах легочных. Ну, это вот, скажем так, больше на перспективу пока работа. В этом году мы провели выборочную оценку в категории пациентов, имеющие отдаленные метастазы, в плане эффективности, общей эффективности лечения. И вот, к сожалению, опять же, вынуждены констатировать, что до трети пациентов, к сожалению, оказываются радиорезистентными к терапии радиоактивным йодом. И, в общем-то, в нашей дальнейшей работе этому будет посвящен отдельный доклад коллег. Я не буду останавливаться на этой теме, только подчеркну, что тема эта достаточно актуальна. При всех наших, как говорится, достижениях, если, наверное, лет 10-15 мы больше акцентировали вот на эту часть диаграммы, полный эффект стабилизации или частичный ответ, то сейчас пришло время уже внимательно посмотреть вот на эту группу. В анализе было установлено, что эффект также зависит от дозы, и при использовании так называемой высокодозной программы однократное введение активности, больше удельной активности имеет несколько больший эффект. То, о чем я говорил, наиболее, скажем так, неблагоприятная ситуация с наличием костных метастазов с метастазами в других локализациях, все-таки даже в этой ситуации десятилетняя выживаемость находится на уровне 40 примерно процентов, и говорить о такой выживаемости при такой опухолевой нагрузке, при изначально карциномах из других органов, наверное, несопоставимые цифры. Один из клинических примеров распространенный опухолевый процесс, пациент имел метастатическое поражение, в том числе головного мозга, были использованы все модальности, которые к нашему времени просто имеют место в развитии, в том числе и кибернож. Но вот этот пациент, вот при такой распространенности заболевания, прожил у нас 8 лет. О критериях резистентности, наверное, я не буду останавливаться, профессор Подвязников Сергей Олегович осветит эту тему более подробно. Два слова о побочных эффектах. Ну, в первую очередь, конечно, это нагрузка на органы желудочно-кишечного тракта. И чаще всего мы видим вот тошноту, ну и по второй поместье из острых или немедленных реакций – это сиаладенит. Отсроченные реакции – они достаточно редки, и в большинстве случаев они купируются банальной противовоспалительной терапией. Отдаленные результаты – сказать, чтобы мы их так часто видим – да нет. Но здесь есть объективная причина – мы не используем сверхвысоких доз радиоактивного йода, которые подчас используются за рубежом. Пример картиночки – вот сиаладенит, когда она развивается, вот так вот светятся слюнные железы, да. Ну, вот опять же, если в анамнезе человек болел паротитом, вот это вот предрасполагающий фактор. Пропустим лучевую нагрузку. Значит, должен сказать, что вот эти все эффекты, которые сопровождают негативные эффекты, сопровождающие лечение радиоактивным йодом, они не столь ярко выражены, чтобы драматизировать ситуацию, и они достаточно хорошо поддаются купированию. А в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, ну, примерно 90-95% наших пациентов не ощущают вот этого ничего подобного, о чем я говорил. Но еще раз подчеркну, что мы не используем сверхвысоких активностей. В отношении очень непраздного вопроса, который задает всегда женская часть превалирующих пациентов, о дальнейшем планировании беременности. Значит, беременность – это абсолютное противопоказание для проведения радионуклидной терапии. И, с другой стороны, нет никакого резона запрещать беременность при дальнейшем наблюдении. Второй – нетериоидный рак. Ну, в общем-то, при высоких суммарных дозах и суммарных активностях он имеет место быть. Так, у меня цитнот, да, по времени? Ну, тогда есть два слова. Значит, вот диагностическое сканирование после завершения аблации. Значит, картинка, которая получена при проведении лечения, и вот этот же самый пациент демонстрирует физиологическое распределение изотопа, то есть он излечен. В плане оценки тиреоглобулина. Вот если мы наблюдаем ситуацию повышенного тиреоглобулина при отрицательном диагностическом скане, то вполне вероятно мы найдем метастазы. Если тиреоглобулин невысокий, а есть какое-то следовое включение, то, скорее всего, это незавершенная облатанность. Про тироген нам остается только мечтать. И важное замечание по поводу позитронно-эмиссионной томографии. Вот в плане именно прогностическом пациенты, которые негативные по радио-йоду, но позитивные по 18-свиттор глюкозе ПЭТ, вот это вот как раз контингент, который является, ну, скажем так, основным, наверное, востребователем таргетной терапии киназными ингибиторами. География то, что было 5 лет назад, география то, что есть сейчас, столько центров радионуклеенной терапии открыта. Мы искренне надеемся, что Санкт-Петербург войдет, вот, как говорится, в эту семью. Презентую вам город Обнинск. Всегда рады сотрудничеству. Приглашаем в гости. Спасибо. Извините, если превысил регламент. Спасибо вам за очень важный, интересный доклад. Дело все в том, вот вы назвали Петербург, это, конечно, печально, что город с такими, ну, историческими традициями, медицины и так далее, до сих пор лишен возможности выполнять. Вот, я думаю, Роман Анатольевич может скажет, там попытки были, вот, как центр вот этот открыт, кто-то что-то мешает. Но, тем не менее, это, мне кажется, очень важно. И если я бы хотел задать, как все-таки ваше отношение к адювантному лечению, адювантному лечению, не лечению отдаленных метастазов, а использование радиоактивного йода после хирургического вмешательства, без видимого поражения, но с адювантной целью. Вот как вы относитесь к этому? Потому что в последнее время это стало очень модным, и мне, как в течение длительного времени, как главному онкологу, приходилось направлять о вас очереди. И очереди невозможно. И порой больным, которые нуждаются в экстренном лечении уже отдаленных метастазов, они стоят в очереди и так далее. Вот ваше отношение так, без таких, скажем, чисто научных, а вот в практическом... Я понял подоплеку вопроса, и попробую тоже ответить проще. Голову включать надо всегда, в каждом случае. Вот. С другой стороны, есть определенные регламентирующие, и моменты, которые закреплены в стандартах методов лечения. И вот эти самые стандарты методов лечения, то, о чем говорил доктор Черников. Золотые стандарты. Вот. Они предписывают нам проводить радиотаблацию у пациентов группы высокого риска. При этом пациент может быть радикально прооперирован и не иметь, в общем-то, фактически показаний для проведения радиотаблации. Но это уже будет следующий этап, это будут уже следующие стандарты. А так, в принципе, всегда нужно взвешивать пользу и риски. И опять же, это необходимо обсуждать с пациентом. Один и тот же... При одной и той же ситуации разные люди выберут разную тактику. Если можно обойтись без радиоактивного йода, то, наверное, перефразируя фразу Великого Биллера о том, что самая лучшая операция, которую не надо делать, я скажу также про радиоактивный йод. Могли бы Вы назвать несколько признаков, которые диктуют необходимость все-таки выполнения? Вот на Ваш взгляд, если коротко. Экстратириоидное распространение, инвазивный рост за пределы капсулы щитовидной железы с глубокой инвазией в окружающие структуры, однозначно. Здесь большая степень вероятность стерилизации гематогенного пути диссиминирования, то есть наличие уже скрытых отдаленных метастазов. Ну и, может быть, отчасти широкое метастазирование по региональному лимфатическому коллектору. Ясно. Как Вы относитесь к юному возрасту у детей? Вот Ваши отношения? Я вышел давно из этого возраста, но тем, 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 тем занимался на протяжении последних 20 лет. Вот как раз тот самый чернобыльский рак, вот эта тема, она была полностью в нашем центре отслежена, и все чернобыльские районы лично мной проезжены. Значит, сейчас чернобыльского рака у детей нет. Он был, но сейчас его нет. Спасибо. Извините, что я задал первый, пожалуйста, у кого еще есть, потому что эти вопросы, которые всегда... Но эта тема неисчерпаема. Пожалуйста, коллега, пожалуйста. Будьте добры, скажите, пожалуйста, какова, по Вашим данным, все-таки чувствительность регионарных метастазов? Вот с отдаленными все понятно. А регионарные метастазы шейные, насколько чувствительны к радиоидеотерапии? Назовите себя бы. Акинчев Алексей Львович, Педиатрический университет. Спасибо. Если коротко, 15-20%, не больше. Вот поэтому, как бы ни парадоксально прозвучало, иногда легочные метастазы вылечить проще радиоактивным йодом, чем региональные. Почему я в ответ на Ваш вопрос начал с широкой инвазии опухоли местной, как приоритетным направлением радиоотаблации послеоперационной, и на второе место поставил лимфогенное диссиминирование. Вот если брать данные нашего центра, не более 15-20% пациенты с выявленным и подтвержденным региональным метастазом лимфатический узел подлежат хирургическому вмешательству, а не отправлению на радиоактивный йод. Спасибо. Есть вопрос у сопредседателя Льва Михайловича. Пожалуйста. Андрей Алексеевич, Вы решили не говорить о критериях радиорезистентности, сказав, что это будет обсуждать Сергей Олегович. А может быть Вы можете сказать, на основании чего можно предсказать, что тот или иной случай будет радиорезистентным, потому что Вы описали группу людей, которые полностью заслуживают лечения радиоактивным йодом, но можно заранее сказать, все-таки кто из них не ответит? Ну опять же, мы выходим уже на уровень предварительного анализа генетического, мутации. Вот так, да? Брав РЭД-ПТС, брав мутации. К сожалению, ну дай Бог, чтобы лет 10-15 мы дожили, чтобы это стало рутиной, так же, как вот сейчас стала золотым стандартом функционная биопсия под ультразвуковым контролем. Спасибо. Можно тогда еще и ненаучный вопрос. Очень часто пациенты, которые сталкиваются неподвижимостью проведения, в том числе у Вас, этого лечения, они, ну не хотят долго ждать. Мне, ну как так, мне бюджетная стоимость сеанса, вот такой, вы не могли? В рублях. Ну и сердце, доллар падает, то есть, понял. Значит, зависит от вводимой активности, если мы берем пациентов, радио, от и до, ну это вот, если брать вилку, примерно от 60 там с лишним до 90 тысяч. Один сердце. Это такая стоимость, вот я не знаю, я слышал, в Белоруссии там несколько дешевле, или так это? Нет, нет, в Белоруссии дешевле, но здесь диктуется, эта стоимость не нами, это диктуется монополистом, производящим натрий-1-131 в качестве радиофармпрепарата. Спасибо. И еще, пожалуйста, вопросы есть у присутствующих, в зале. Спасибо, Андрей Алексеевич, очень важный. Извините за превышение регламента. Так, ладно, да. Спасибо.